МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 11 сентября 2001 года. Российский президент первым из глав государств дозванивается в Вашингтон и выражает сочувствие президенту США Джорджу Бушу. Первым, потому что все мобильные системы заблокированы. Единственный функционирующий канал телефонной связи – две жилы, которые тянутся из Кремля в Белый дом по дну океана. Мало кто знает, что решение установить прямую связь между лидерами сверхдержав полвека назад принял первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Вскоре после Карибского кризиса, который сам был вынужден спровоцировать. Американские ракеты были убраны из Турции. Итоги Карибского кризиса, по логике вещей, должны были обеспечить ему значительную популярность в стране. Как и все другое, что делал Никита Сергеевич Хрущев за время своего руководства партией и страной. 20-й съезд и разоблачение культа личности. Последующий вынос сталинской мумии из Мавзолея. Роспуск ГУЛАГа и полет Гагарина. Поднятие железного занавеса и освоение целины. Он изменил свою страну на лучше. И, по-моему, нельзя так сказать о других советских лидерах. Паспорта крестьянам дал через 100 лет после отмены крепостного права. Буквально в 61-м году. Ну, дома начал строить. Ну, как Никин. Ну, хорошо постучал ботинком, все глумятся. Ну, и все же в мире увидели, что живой человек, а не монстр. Масса достоинства. Убогого. Какое имеем. Странное дело. Несмотря на все это, популярность Хрущева незаметно сошла на нет. Ничьей поддержкой он не располагал. Почти у всех вызывал одно лишь раздражение. Неудачи последних двух-трех лет его правления тому виной. Повышенные цены на мясо и молоко. Кровь Новочеркасска. Как случилось, что у большинства советских людей созрело ощущение, что Хрущев исчерпал себя? Почему, отплыв от одного берега, он не смог пристать к другому? Он всю жизнь вроде бы прожил в этих рамках, но тем не менее он был чужой. Раздвоенность в политике, раздвоенность в решениях, многие из которых решениями и не были, отмечаются всеми. В чем же секрет? В чем причина? Кита его спросил, нет, а ты кто, царь? Это мне рассказал отец, когда они пришли, конечно, с улыбкой. Но вопрос, тем не менее, был вполне закономерный. Никакой царь вообще русский не обладал таким, такой полнотой власти и всевластием, как это было в ту порту. 1961 год. ЦРУ. Лечь на Кеннеди. Совершенно секретно. Хрущев все время сравнивает себя с маленьким Пиней, нищим евреем из рассказа украинского писателя Винниченко. Сокамерники-анархисты выбрали Пиню старостой в знак протеста против тюремных порядков. Но когда приходит час побега, Пиня первым лезет в подкоп, принимая выстрелы охраны на себя. И Хрущев несколько раз в своей жизни рассказывал эту историю. И каждый раз под концом сказал, это Пиня, это я. В этом вся драма и величие Хрущева. Он был и маленьким Пиней, и великим царем. Он был обывателем и при этом вождем. Слишком человеком и чересчур властителем. И никто никогда не знал, кто в нем победит сегодня и к чему эта победа приведет. Судьба готовила его к чему угодно, только не к коммунистическому трону. Он родился 15 апреля 1894 года в нищей крестьянской семье. Он заработал больше, чем когда он был секретарем горкома московского и был парт-минимум. Впоследствии Хрущев застроит родную Калиновку красными кирпичными особнячками, похожими на домики богатых управляющих в Юзовке. Это был его житейский идеал. И даже пройдя через гражданскую войну, став свидетелем невыносимых зверств, когда шахтеры заколачивали гвозди офицерам в плечи и забивали гениталиями рты, он будет следовать простой программе. В экономическом лядах Хрущева вопрос о благосостоянии играл существенную роль. О благосостоянии человека. Историей руководят вожди, но направлена она на обывателя. Этой логике он следует всю жизнь как норме жизни. И о всемирном прорыве науки, которая способна откупорить космос, обеспечить ядерный щит и засеять поля кукурузой. Но должен же народ питаться хорошо. Но должна же природа творить чудеса. Поэтому он восхищен бредовыми идеями академика Лысенко. Мечтает засеять миллионы коров. Он ненавидит церковь, но не так, как ненавидит атеист, а как фанатик ненавидит чужую веру. Потому что есть единый бог, природа и единственное таинство – наука. Храня первую жену, Ефросинью, он запретит заносить ее в церковь. Гроб на вытянутых руках передадут через ограду кладбища. Этот самый гроб, так сказать, передали через церковный забор, через ограду, и отнесли, чтобы не приносить через храм. Естественно, в то время он был, так сказать, не тем хрущевым, которым он был в 50-е, 60-е годы, который я помню как своего отца. Разрешите мне выразить благодарность фабрикам, заводам и всем трудящимся, которые выставили мою комментуру в Верховный Совет. Великая война заново проявит в этом властном, исполнительном, лукавом, жестком политике человека. Он продолжает вертикальный взлет в карьере. В 1942-м становится членом военного совета Сталинградского фронта. В 1943-м – генерал-лейтенантом. Но никогда не следует железной логике военных. Будто бы цена победы не важна. Важна, хотя победа, разумеется, важнее. Говорит, запах гниющего, горелого мяса. Говорит, это я никогда не забыл. Когда говорили о войне, он говорил, что войну писать нельзя. Все, что написано о войне, неправда. Эта грандиозная и страшная война отнимает у Хрущева сына. 11 марта 1943 года Леонид Никитич вылетит с эскадрильей истребителей и не возвратится из боя. Сообщил ему об этом Сталин, вызвал Москву и сообщил. Говорят, что он упал в обмор. Тут же появятся слухи, будто Леонид Никитич выжил и стал сотрудничать с немцами. Что Никита Сергеевич на коленях вымаливал ему прощение у Сталина. Это ерунда. Такого не было. А было иное. Властитель поборол человека. Но затаенная боль так и осталась занозой в сердце. Когда Кеннеди ему сказал, у него 44, по-моему, вон тогда, тут посмотрел, сказал, что моему сыну было бы 44 года. Вам повезло, вы выжили, а он погиб. Большевики под руководством партии, под руководством нашего вождя товарища Сталина создали крупнейшую, мощную, индустриальную страну. Именно народная война превращает Хрущева в крупного политика. Он убеждается, не боги, не вожди, а самые обычные и даже маленькие люди делают великую историю. Такие, как он сам, как тот самый Пиня из любимого рассказа. Но чтобы выжить в позднесталинской системе, приходится еще сильнее мимикрировать. Плясать на ближней даче ГПК в присядку, хихикать, когда после ночного застолья Берия цепляет на хрущевское пальто бумажку с пошлой надписью. Хрущев тогда затаился. Он будет терпеть и ждать, ждать своего часа. Он пережил Сталина, когда Сталин убил с толка других. Каким-то образом Хрущев пережил. Потом победил все соперников за власть после смерти Сталина. Так, как Пиня, от жалкого до самого вверх. До самого вверхах. Дорогие разы, словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. После смерти Сталина весной 1953-го Хрущев, как затаенная пружина, распрямится и возглавит заговор против Берии. Никто в политбюро не просчитал Хрущева. Никто не понял. Он не только Пиня, но и полновесный царь. Человек власти, идущий в борьбе за нее до конца. Рассказы, так сказать, что кто-то притворяется дурачком, это для сказок, так сказать, про конька-горбунка. В политике так не бывает. Конечно, у Хрущева есть серьезные причины рисковать. Он слишком ясно понимает, что либо Берии не будет, либо Лаврентий уберет поодиночке всех. Но в то же время он сражается за право воплотить свою мечту, свою утопию. Об изобилии как цели государства. И о коммунизме как всеобщей сытости. В декабре 1954 года Хрущев устраивает первую в истории елку в Кремле. В том же году запускает распашку целинных земель, чтобы было чем кормить людей. В том же 1954-м передает Крым в состав Украинской ССР. Ему и в голову не может прийти, каким тяжелейшим проблемам это приведет впоследствии. Он же твердо верил, что Советский Союз навсегда, что нас ждет коммунизм и братство народов. А русская культура Крыма Украине пойдет на пользу. Знаете, сейчас эти свинарки и свинари наши – это новые люди, которые родились в нашей стране, в нашем сире. Так с этими людьми, я не знаю, черту в голову свернуть можно. Это было проявлением нормального политического советского менталитета. Не имеет значения, кому принадлежит тайная территория на местах, кто осуществляет местное управление этой территорией, если все это происходит в рамках одного государства. Чуть позже Хрущев открывает Кремль для посетителей и тут же отворяет выход из-за стенков сталинизма. Не успеет страна опомниться, и новый поворот. 25 февраля 1956 года – день, который разделит советскую эпоху на «до» и «после». Маленький, живой, подвижный, так не похожий на великого борца, Хрущев поднимается на трибуну 20-го съезда. В священной, почти храмовой тишине он объявляет – товарищ Сталин был не богом, а обычным идолом, которому мы приносили жертвы. Все приносили. В том числе и он, Хрущев. Они пытаются спекулировать на том факте, что наш съезд уделил значительное внимание обсуждению вредных последствий культа личности, а также окончательному разоблачению антипартийной фракционной группы. Это все-таки совесть, а не просто четкое ощущение, что так дальше нельзя. О чем он и говорил все время, и на съезде об этом говорил, 20-м, что люди же спросят. Люди вернутся и спросят, за что мы сидели. И тогда отвечать еще будет еще сложнее. Была такая осторожная линия, свалить на Сталина многие эксцессы в борьбе против, скажем там, честных и чистых коммунистов, и уйти от разговора об общем масштабе репрессии, о тех вот конкретных массовых операциях НКВД, ведь о них не говорили при Хрущеве, и масштаб репрессии по-прежнему был в секрете. Но тема была открыта, ее нельзя было не замечать. По поручению Центрального комитета... Разумеется, его решение вполне расчетливо, других решений у политиков не может быть. Но сквозь все эти расклады и расчеты на страну повеяло надеждой. В большой истории найдется место маленькому человеку, такому, как Иван Денисович, героя Солженицынской повести, разрешенной к печати Хрущевым. Ради этих вот Иван Денисовичей, в чем-то схожих и с его любимым Пиней, стоит рискнуть и пойти поперек большинства. Позже, будучи уже в отставке, Хрущев напишет. «Вот что я сделал на 20-м съезде. Раз меня выбрали первым, надо быть первым, как сапожник Пиня. Я должен был сказать правду о прошлом, чего бы мне это ни стоило». Жизнь обыденного человека становится державной ценностью. Хрущев проявляет самодержавную волю и включается в борьбу с войной. Ради этого летит в Женеву на встречу с Эйзенхауэром и Черчиллем. И Никита Сергеевич, когда приехал, он сказал, «С ними можно иметь дело. Можно предотвратить войну, но нужно быть сильным. И нужно демонстрировать им силу, что мы сильные». Перед поездкой в Женеву Хрущев интересуется у Молотова, нужно ли с собой убрать белые перчатки и жилетку. За границей все чужое, непонятное. Чувствуешь себя, как слон в посудной лавке. Но Хрущев одолевает этот страх. В январе 1956-го на пару с будущим своим врагом Булганиным он вылетает в Лондон. Только что расстрелян Берия, объявленный английским шпионом, а коммунистический руководитель уже знакомится с британской королевой. И когда он приехал из Англии в ночь, я смешно говорю, «Ну, королева-то нормальная женщина». С некоторой долей удивления. Нормальная женщина. А в 1957-м Хрущев выдвигает лозунг «Догнать и перегнать Америку», над которым многие сейчас смеются, но который стал тогда прорывом. Не уничтожить, не раздавить, а перегнать. В научно-технической революции, в сельском хозяйстве, в быту. В 1959-м он начинает программу строительства дешевых пятиэтажек, рассчитанных на 30 лет эксплуатации с крохотными кухоньками, но зато с отдельными квартирами. Бытовал такой анекдот, что Никита Сергеевич успел соединить ванну с туалетом, пол с потолком, но не успел соединить водопровод с канализацией. Шутка такая была. Но в конце концов, это дало возможность миллионы людей переселить в отдельные квартиры. Хрущевки позволили быстро переселить миллионы людей из жутких коммуналок. И в том же 1959-м совместно с вице-президентом Никсоном он открывает выставку в Сокольниках. После ГУЛАГа, после всех ускоренных модернизаций с металлическим привкусом крови, народу предъявляют быт как смысл существования. Здесь Хрущев, вошедший в раж, обещает показать американцам Кузькину мать. Но это не значит, мы вас уничтожим. Это значит, жить мы будем лучше вашего. Понятно? И выдвинул свою концепцию строительства коммунизма к 80-му году, конечно, он видел главного, если даже не соперника, то главного спарринг-партнера Соединенные Штаты. Да, за попытки выстроить с Америкой нормальные соревновательные отношения приходится платить разрывом с кормчим Мао. Доходит до открытых провокаций. В Китае нашей делегации подают блюда «Бой дракона с тигром» со змеей и запеченной кошкой. В Москве Мао Цзэдун отказывается спать на ложе Екатерины Великой и устраивается на собственной подстилке. А в Пекине, зная, что Хрущев умеет плавать лишь на велосипедной шине, ведет переговоры с ним в бассейне. Он говорит, ну, туда-сюда, туда-сюда. Я поплавал, поплавал потом. Смотрю, он плавает. Думаю, ладно, плавай себе. Я, говорит, вылез, на бортик сел и ногами болтаю, а он передо мной плавает. Потом увидел, что как-то не то, вылез сам. Но дело не только в хамстве. Хрущева ужасают рассуждения китайцев. Мао говорит, что ядерная битва не страшна, и если в ней погибнет половина населения, Китай восстановится за 30 лет. Пусть СССР не опасается войны с Америкой. Это что же? Снова миллионы жертв. На этот раз человек побеждает властителя. Хрущев фактически бросается на амбразуру. Осенью 1959 года он едет в Штаты. Чего не делал никто никогда. Не только Сталин, но и настоящие цари. Однако там Хрущева ждет холодный душ. Толпы людей стоят вдоль его трассы и настороженно молчат. Мы едем сквозь эту шеренгу, люди только вот так заглядывают и просто нет звука. И это продолжалось не один день. Потом был запланирован Диснейленд, и Хрущева думала, там будет народ. А его сказали, Диснейленд, нельзя поехать. Кстати, очень Дисней расстроился. Правда, в Голливуд его пускают на студию 20-й век Фокс. Владелец студии грек Спирос Скурос, желая ублажить советского руководителя, вызывает Мэрилин Монро, причем велит надеть обтягивающее платье. Хрущев проходит мимо, не обращая на Монро внимания. Зато охотно слушает Фрэнка Синатру и по предложению Скуроса целуется с Ким Новак. Под занавес перед Хрущевым разыгрывают эпизод из фильма «Канкан». Хрущев ну совершенно неожиданно, буквально взорвался и стал возмущенно говорить о том, что как это, что это за танцы. В нашей стране мы привыкли любоваться лицами людей, а не их задницами. Масло в огонь подливает оскорбительное выступление мэра Лос-Анджелеса. Советский лидер объявляет, что готов развернуть самолет. Если вы так неуважительно относитесь и к своему президенту, и к его гостю, то, пожалуйста, мы можем уехать. В своем выступлении вы сказали, что мы вас хотим похоронить. Как там Алексей Андреевич у нас наш самолет и младший Туполев. Сын Туполева, который заложником полетел с нами. А Леша сказал, все, Никита Сергеевич, все под парами, пожалуйста, когда угодно. Услышав это, молодая переводчица-американка рыдает в голос. Все, теперь война. А Хрущев продолжает бушевать. Но как в сталинском политбюро никто не просчитал в танцующем гопак-провинциале будущего властного вождя, так в Америке никто не догадался, что он попросту валяет Ваньку и показывает Кузькину мать. Вы хорошо меня и моих товарищей угощали. Я вам благодарен. Но правду вам скажу. У вас так вводится, нет? Я могу это здесь? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Хитрость Хрущева ломает ситуацию. На следующий день американцев словно подменяют. Видно простые женщины, домохозяйки, все кричат, господин Хрущев, выходите, мы хотим вас видеть, пожать вам руку, детей. невероятно. Он вышел, конечно. Безусловно, вышел. Я с ним лодж, сопровождавший его посол по особым поручениям при президенте. Они там нажали руки, ну и мы двинулись дальше. Все. С этого момента никаких тебе демонстраций. А дальше все идет по нарастающей. Хрущев летит воеву к своему давнему знакомцу фермеру Гарсту, создателю гибридной кукурузы. Американские журналисты толпой бегут за машиной, на которой Хрущева везут вглубь полей. В газетах пишут, если бы Хрущев выдвинул свою кандидатуру на любых выборах в Штатах, он бы их выиграл благодаря разухабистой прямоте, низовому юмору, фермерской хватке. Той Америке, с которой призывал сразиться кормчий Мао. Американцы и немцы говорили, господин Хрущев, если бы вы не стали главой коммунистической партии, вы были бы очень успевающим главой компании. Приезд Хрущева был разрушением огромного количества стереотипов о том, что такое советский лидер. И это очень понравилось американцам. Они любят избавляться от стереотипов. Хрущев в этом смысле очень помог. В 59-м всем казалось, что одержана победа, что наведены мосты экономические, политические, культурные. Даже западные карикатуры на Хрущевы становятся мягче и добрее. Но спустя всего один год все рушится. 1 мая 1960 года над территорией СССР сбит самолет разведчик У-2. Маршал Бирюзов делает доклад Хрущеву прямо на трибуне Мавзолея, не отворачивая микрофон, Хрущев произносит «Отлично сработано». Он прав. Эйзенхауэр нарушил все договоренности и, как покажет время, откажется принести публичные извинения. С другой стороны, Никита Сергеевич совершает ошибку. Нельзя руководителю ядерной державы бросаться в обиду, как в омут. Храброму пине можно, а советскому царю нельзя. При Хрущеве самые опасные эпизоды во всей холодной войне произошли. Я имею в виду берлинский кризис в 1958 году и кубинский кризис в 1962 году. Это примеры того, как Хрущев как последствия действий Хрущева не совпадали с его намерениями. Теперь, как говорится, давайте вопросы. И мы готовы и все. В 1960-м на Парижском саммите он грубо ссорится с Деголем, язвительно зовет его «Мой френд», накручивает себя до иступления и снова отправляется в Америку на Генассамблею ООН. На этот раз унизить Эйзенхаура, ради приезда которого еще недавно приказал разбить единственное в СССР поле для гольфа. Именно на этой ассамблее происходит знаменитый эпизод с туфлей, обросший бесконечной мифологией. Громыка тоже, глядя на Хрущева, тоже как-то начинает кулаками может быть не сильно бить по столу, но как-то делает вид, что он тоже присоединяется к этому. Потом в какой-то момент я вдруг с ужасом увидел, что у Хрущева в правой руке появился собственный ботинок, и он стал каблуком этого ботинка колотить по столу. Больше оброс мифологии этот эпизод в Советском Союзе, чем на Западе. На Западе он стал проявлением такого экстравагантного поведения Хрущева. Запад вообще любит экстравагантных людей, в принципе, это нормально. И такие вещи подхватываются западной прессой. Это вообще довольно такая новостная история, красивая, прикольная. Мы живем на земле не милостью Божьей и не вашей милостью, а силой и разумой всех народов, которые борются за своими независимыми. А что касается трибуны ассамблеи, то это другой эпизод. Хрущев, возмущенный речью филиппинца, требует слова и уверяет, что по процедуре, а сам, как на партийном митинге, обличает империалистов. Конец могила колониальному рабству. Председатель, ирландец, делает Хрущеву замечание. Тот обещает ирландскому правительству, что народ его в скорости свернет. И похоронить его, чем лучше, тем лучше. Тут ирландец не выдержал. Ирландцы народ эмоциональный. Изо всех сил стукнул этим молоточком своим председательским по деревянной этой самой бляшке, которая, значит, специально там стоит, чтобы звук был. Вот. И головка молотка отлетела и вот так кувыркаясь полетела через весь зал. В жизни каждого серьезного политика рано или поздно наступает час истины, когда весь мир летит, вращаясь, как та самая головка молотка. И нужна и мудрость, и смелость, и смирение, чтобы выйти из этого штопра. Для Хрущева часом истины стал роковой и грандиозный 1962 год. Как высшей точкой взлета, в самом прямом смысле, стал год 1961. Вызывающе простой Гагарин показал, что можно покорять весь мир улыбкой, а не соблезубым оскалом вождя. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Но проходит год и все меняется. Экономика летит в тартарары. Хрущев, который сделал ставку на сытость и быт, а на 22-м съезде пообещал народу коммунизм, расписывается в собственном бессилии. Хуже того, он должен применять насилие, отбиваясь от тех самых обывателей, на которых хотел опираться. На излете весны повышаются цены на мясо и молоко. В результате вспыхивает пролетарский бунт в Новочеркасске, расстрелянный армейскими частями. А через несколько дней на Кубу отправляются ядерные ракеты. операции «Анадырь» и все, что связано с размещением ракет, это типичные авантюры. Но это никакими мерами, даже самыми умными чекистскими, скрыть было нельзя. Хрущев прекрасно знает, что блефует. Он разбирается в военной технике и сознает, что СССР непоправимо отстает. 1960 год. Запуск ракеты Р-16 на полигоне в Тёртаме приводит к трагедии. Погибает 100 человек, включая главкома ракетных войск стратегического назначения Митрофана Неделина. Двигатель второй ступени прожгли первые ступени. Вот эти 160 тонн горючего окислителя сменяющегося туда рухнули. И люди мне рассказывали, стояли там на мачтах, они падали, горели в воздухе. Несмотря на неудачи, Хрущёв всё-таки даёт команду. Отправляем. 22 октября 1962 в эфире мировых телеканалов появляется Кеннеди. Он показывает фотографии советских ракет на Кубе. Хрущёв попадает в развилку. Если идти напролом, можно запустить машину ядерной войны. Если отступить, военные решат, что у них отобрали победу. Тем более, что отношения с армейскими становятся хуже. Дело не только в увольнении легендарного маршала Жукова, но и в тотальном сокращении вооружённых сил, на которое Хрущёв решается, экономя средства для унылой экономики. А что такое дворцовый переворот, он знает слишком хорошо. Сам дважды побеждал в таких переворотах. Быстрой связи с Кубой нет. Кастро и Чагевара горячатся. Да и в переброшенных войсках начинаются какие-то странные болезни. Там половина батальона отравилась ядовитыми деревьями. Один лежит у него здесь, полопалось, мышки полопалось, половые органы обмакивают пальмовым листом. И 26 октября 1962 года Хрущев вновь решается. Как решался пойти против Берии, как решался на 20-й съезд, как решался на космический прорыв. Но эта пеня может рваться напролом, а царь, царь обязан иногда и отступать. Хрущев отправляет срочное послание Кеннеди с согласием на компромисс и попадает в полный просаг. Сейчас очень трудно это представить. Вы получаете письмо, которое привозят вам из Белого дома в посольство Советского Союза. Посол Добрынин его читает английском, дает его перевести, его тут же шифруют, работают в 5-10 рук и звонят в компанию Вестер-юнин. У нас есть телеграмма в Москву. Пожалуйста, приезжает такой черный посыльный на велосипеде с сумкой идет туда. С телеграммой, призванной остановить назревшую войну, выходит совершенно дикая история. Американцы его переводят, шифруют, привозят на главный телеграф на улицу Горько. Его срочно отправляют в Лондон. А в Лондоне один кабель. Лондон, Америка, владеет им Вестер-юнин. И в Вестер-юнин есть очень много сверхсрочных телеграмм. У вас бабушка умерла, у кого-то свадьба, а здесь кто-то, так сказать, какой-то Хрущев, какому-то Кеннеди что-то посылает. Вот они стали в очередь. И в этой очереди это письмо стояло 6 часов. Ракеты доставить на Кубу по приказу Хрущева могут, а обеспечить связь нет. СССР его эпохи это телеграфная держава с ядерной начинкой. Но еще трагикомичнее развязка кризиса. Спасая ситуацию, Хрущев решает новое послание в Америку передавать по радио под видом обращения к народу. Так быстрее, надежнее, прямее. Чайка секретаря ЦК Ильичева несется на огромной скорости на Шаболовку. Но советская система экономики в действии. 28 октября приходится на воскресенье. Лифтеров нет, а секретарь ЦК застревает в неисправном лифте. Уже Левитан сидит в студии. Объявлено, что будет важное правительственное сообщение, а запечатанный пакет не пролезает в щель. Приходится ломать сургуч, сворачивать страницы в трубочки и передавать редактору сквозь кольца старой двери. Успех аферы с ракетами на Кубе очевиден. Американцы почувствовали силу этих загадочных русских и при этом поняли, СССР может идти на компромиссы и с ним можно договариваться. И все это благодаря Хрущеву лично. Не абстрактной системе, а ему. Это был апогей его международной славы. Если вы позволяете нарушать наш суверенитет и летать в пределы нашей страны, мы тогда вынуждены будем предпринять ответные меры. Но вот же парадокс. Карибский кризис, как и антисталинизм, на родине превратил Хрущева во всенародного антигероя. Но он словно не замечает этого и не останавливался на достигнутом. Зная, что львиная доля госбюджета СССР уходит на армию, он сокращает ее на треть. А чтобы совершить коренной перелом в сельском хозяйстве, отменяет крепостное право в колхозах. Колхозники получают паспорт, а за работу деньги вместо фуража. И уж совсем неслыханное дело. Старикам в деревне назначают хоть и мизерную, но пенсию. Это переполнило чашу терпения про сталинского политбюро. Перепуганное до смерти оно идет на тайный сговор под девизом «Чем хуже, тем лучше». Но перед тем, как свалить Хрущева, им предстоит преодолеть последний рубеж – интеллигенцию. Казалось, во время Карибского кризиса маленький человек победил царя-властителя окончательно. Но не пройдет недели, и случится очередная метаморфоза. Вместо храброго милого пини в зеркале отразится грубое барское рыло. Отправляясь на выставку художников в Манеже, вряд ли Никита Сергеевич сознавал, что партийный аппарат не хуже ЦРУ посчитал его раздвоенный характер. Его подставил на самом деле Суслов. Там была сложная борьба Суслов против Величева, который поддерживал молодое искусство. Цель рассорить творческой интеллигенции. Той самой, которую Хрущев пробудил 20-м съездом. Той, которая могла стать его опорой в случае конфликта с этим самым аппаратом. Входят с нами залы, по дороге говорят, я им не верю, все говорят, что вы там что-то плохое или нет, давайте посмотрим. Входит, затылок помылиновел и началось глупо. Именно тогда звучат слова про абстракцистов. Но Хрущеву как будто бы мало. Сравнив автопортрет Жутовского с задницей, слово было произнесено другое, он обзывает художника последними словами. Тут страна гибнет, тут мир крутится, на сковороде кипит проблема мира, а тут какие-то картинки. Для него это полное явное недоумение. Но разгромного манежа аппарату мало. 17 декабря интеллигенцию опять зовут на воспитательную встречу. Играя на хрущевском комплексе любви и ненависти к образованному слою, на его внутренной подсознательной тяге к поэтам, писателям, художникам и его обывательском вкусе. Значит, надо было расправиться уже с литературой, с кино, с театром, со всеми. Отсюда встречи. На встрече на Ленинских горах Солженицын в зале аплодировал, он встал, он его поднял. Он вытоптал Оренбурга тут же, на этой же самой встрече. Зачем Хрущев идет на эти встречи? Почему не чувствует подвоха? Потому что хочет объясниться, достучаться. Ведь это я вас вывел в люди. Я вас избавил от страха. Это мой двадцатый съезд. Мой Гагарин, мой порыв за пределы железного занавеса сформировали вас. А вы меня не слышите, не понимаете. И сам не замечает, как впадает в раж. Ведет себя с художниками, как сапожник на царстве. Будет вам Кузькина мать. 7 марта 1963 года Хрущев собирает в Свердловском зале Кремля молодых писателей и художников через 10 лет после сталинских похорон. Идет Завадский Юрий Александрович Завадский, который был во главе театра Моссовета. Совершенно белого цвета. И вот так перечекает со мной. И говорит, Зоечка, Зоечка, что сейчас было, что сейчас было? Я говорю, Юрий Александрович, а что было-то? Он мне говорит, сейчас Хрущев кричал на Вознесенского. Он так на него кричал, что я думаю, выживет ли он. Вытащили Вознесенского. Тот начал читать поэму про Ленина. А у него тут сидит эта вся сволочь в ношенных воротничках. У все хворотнички здесь поношенные такие, портагеносцы. А сзади него ревет Никита и президиум. А он на тонкой шейке не знает куда вертеться. Это очень забавно. Когда Никита увидела Тару, исчезал, вон, гадюк, он что сказал, езжайте к своим, к американцам, там вам это, вы думаете, что и ключевая фраза, вы думаете, для вас оттепель нет, для вас морозы, для вас самые что-то крепкие заморозки начинаются. Чтобы сбить накал собрания, Белла Ахмадулина пускается на женские хитрости. Придя в глубоком декольте, она склоняется над столом президиума. Она так над президиумом склонилась, а там Ильичев, а Джубей красномордый, еще кто-то, по-моему, не помню, еще кто-то, у них прямо видно, как у них шлюни текут. Она при своем этом, а я вот люблю Пастернака, а Сафронова не люблю. Вот. Это был, конечно, спектакль дивный. Победа над художественной интеллигенцией обернулась полным поражением Хрущева. Он потерял последнюю опору. Но интеллигенция скоро поймет, что потеряла, потеряв Никиту Сергеевича. Они еще не знают, что их ждет, что очень скоро мягкие хрущевские гонения покажутся им сладким сном. Если политик с этим писателем согласен, он хороший, умный и мудрый. Если он не согласен, то он, так сказать, держи морда, человек абсолютно необразованный, ничего не понимающий. Пока Хрущев воевал с интеллигенцией, у продуктовых магазинов начали образовываться длинные очереди за хлебом и сахаром. Заговорщики в политбюро делали, а вернее, не делали свое дело. 14 сентября 1964 года Хрущева отстранят от власти. Тайна ночью. Утром, узнав о смене власти, советский народ будет ликовать. И как по волшебству, именно в тот день все магазины страны до потолка забьются хлебом и сахаром. Ненавистного кукурузника сместят, но при этом не посадят, не убьют, что уже немало на фоне нашей истории 20-го столетия. Выходит, справился Никита Сергеевич с главной-то задачей. Смог гуманизировать лик советской политики. Смог доказать, что страх не главный символ и не инструмент власти на Руси. Российская история, она простая. Потерял власть, потерял голову. Это было и при Иване Грозном, и при Петре, и при Павле, и при Сталине, и при всех. Хрущев это поменял. И после 1957 года, когда он разгромил своих противников сталинистов, там, Молотова, Маленкова, Кагановича и так далее, они ожидали того же самого. Даже Каганович звонил, говорил, Никита, так сказать, я надеюсь, что не поступишь с нами так же. Конечно, нет. На пенсии Хрущев помирится с интеллигенцией, интеллигенция помирится с Хрущевым. К нему на дачу ездят опальные художники, поэты, актеры. Потом, когда я у него уже был на даче, и на последнем его дне рождения мы с ним прощались, он мне сказал сакраментальную цитату, фразу, которую я запомнил, я время от времени повторяю. Ты на меня не сердись. Я ведь не хотел, я не знал, кто меня туда завез. Ну, хожу я там, смотрю на все на это. Ничего не понимаю. Я там что-то наговорил. А потом люди этим и воспользовались. Лукавая, фраза. Фраза. Более того, гримаса судьбы. Хрущев, чуть не изгнавший Пастернака из СССР за передачу доктор Живаго за границу, сам попадет в такую же точную ситуацию. Он диктует тайные записки, их подпольно расшифровывают, перепечатывают. Спасая рукопись от КГБ, младший сын Сергей переправляет рукопись на запад. Издатели просят подтверждений, что это действительно воля Хрущева. Приходится устроить маскарад. Они купили две экстравагантных шляпы. И мы вдвоем вышли гулять, он говорит, что за шляпа-то? Я говорю, да вот, понимаешь, так сказать, печатать. Они хотят достовериться. Ты шляпу примерь, эстаграфирую. Но это случится потом. А пока... В последний год перед своей отставкой Хрущев как будто бы спешит докончить начатое, исправить совершенные ошибки по всем возможным направлениям. И в большой политике, и в бытовом хозяйстве. Смыкая полюса и совмещая вроде бы несовместимое. В августе 1963-го подписывается договор с США и Великобритании об отказе от испытаний ядерного оружия в трех средах и одновременно о прокладке прямой телефонной жилы между Кремлем и Белым домом. Чтобы тот информационный ужас, которым сопровождался Карибский кризис, никогда не повторился. И на фоне этих великих дел Хрущев дает московскому партийному начальнику Егорычеву одно деликатное, казалось бы, пустяковое поручение. Обеспечить производство пластмассовых стульчиков, что при всей комичности это поручение не менее революционно, чем все остальное, что сделал в своей жизни Хрущев. Впервые первый секретарь ЦК думает не о мобилизации и жертве, а о простом бытовом удобстве сограждан. Обыватель Пиня подсказал царю, как надо действовать. И слава Богу! Я сам, так сказать, сидел на очень неуютных стучках, даже рядом с аэродромами, там, где летали реактивные самолеты. Или, точнее говоря, большинство времени не было ничего, на что сидеть. Так что в этом я согласен с Хрущевым, что это прогресс. И недаром после отставки царя Никиты журнал «Штерн» выйдет с огромным портретом Хрущева и кричащим заголовком «Пинни больше нет». Хрущев скончается 11 сентября 1971 года. У внучки немедленно отключат телефоны, ей придется спуститься в котельную, чтобы оттуда звонить, оповещать о смерти деда. Но кого оповещать? Обиженную интеллигенцию? Даже ныне кое-кто из шестидесятников, вошедших в историю благодаря Хрущеву, обретших неслыханную свободу и славу, отзываются о нем с полупрезрением. Обиды за те самые оскорбления, за слова, брошенные в горячки. Как будто непонятно, что они всего лишь дети Хрущевской оттепели, без которой не бывать ни политехническому музею с поэтами, ни абстракцистам с выставками, после разгрома которых они не отправились на Колыму, но обрели мировую известность. Счастью, так о нем говорят немногие. Памятник на могиле Хрущева поставит тот самый Эрнст Неизвестный, которого назвали абстракцистом, а шрифт разработает Борис Жутовский, оттестованный когда-то вождем нецензурным эпитетом. Наступит время запоздалой благодарности. Тому, кто при всех недостатках наложил свой отпечаток на эпоху, бросил отцвет в будущее, от судеб ядерного мира до русской культуры и от научно-технической революции до политики разоружения. А ровно через 30 лет после кончины Никиты Сергеевича день в день 11 сентября 2001 года в Америке полыхнет. И от Кремля в Белый дом побежит телефонный сигнал по тому самому кабелю, который когда-то проложил Хрущев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok